Зимний спортивный сезон. Сегодня стартовал в Минск арене. Звезды самой высокой величины принимают участие в первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. В женских соревнованиях болельщикам стоит обратить внимание на легендарную чешку Мартину Сабликову, трехкратную олимпийскую чемпионку и, внимание, двадцатикратную чемпионку мира. Мартина в Минске будет подтверждать свое превосходство на длинных дистанциях. А вот у мужчин в реестре опытнейший четырехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер, который будет сражаться за награды самой высокой пробы. Но наше с вами внимание будет приковано к лидерам белорусской сборной. Для Марины Зуевой конькобежный овал Минска-арены уже становился счастливым. Именно год назад она завоевала впервые в карьере серебро этапа Кубка мира на трех тысячах метров. Виталий Михайлов в прошлом году нас тоже приятно удивлял, победив в Мастарте на этапе в Японии. Ну а что касается центральной площадки первого в сезоне этапа Кубка мира по конькобежному спорту, то по характеристикам наш овал многие гости называют уникальным. Первая крытая ледовая площадка в Беларуси с общей площадью льда 10 тысяч квадратных метров. Здесь установлено уникальное оборудование, позволяющее регулировать температуру льда на разных участках для каждого вида спорта. Будь то фигурное катание, керлинг, хоккей или конькобежный спорт. Всех болельщиков ждет уникальный спортивный уикенд. А вот что окружало первый день этапа Кубка мира по конькобежному спорту, узнаем из репортажа Андрея Козлова. Национальный аэропорт Минск встречал гостей из мира спорта, но совершенно любой величины. Голландская молния, либо летучий голландин Свен Крамер, который фантастически 29 раз становился чемпионом мира и 4 раза поднимался на пьедестал Олимпиады, уже хорошо знаком с Беларусью. Я очень люблю прилетать в Минске, это уже не первый раз, когда я буду соревноваться у вас. Помню, как выступал здесь больше трех лет назад на чемпионате Европы, и я рад вернуться снова. Мне нравится не только конькобежный овал, но и в целом ваш спортивный комплекс. И уже в первый день стартового в сезоне этапа Кубка мира на конькобежном овале серьезная борьба. Причем спортсмены берут с места в карьер, соревнуюсь в непредсказуемых и динамичных спринтах. Каждый шаг коньком здесь может играть ключевую роль. И вот именно такой вираж является самым опасным к конькобежным в виде спорта. Если тактически невнимательно к нему подойти, то могут быть очень серьезные проблемы. А вот белорусские парни не смогли добраться до пьедестала, но посыпать голову пеплом нам здесь не стоит. Причина в 10 месте есть веская, но подвести своих болельщиков белорусы не могли прежде всего. Сначала заявились, но вот травма это неожиданно буквально за пару дней потянул спину. Но я надеюсь, что пару недель восстановится и мы будем нормально спать. Поэтому не зря говорят, что в Минске очень быстрый лед и, как известно, конькобежцы могут развивать скорость до 60 км в час. Это главная медаль в твоей карьере? Да, это мой первый взрослый старт, и он случился на этапе Кубка Мира в Минске. Это очень здорово и приятно для меня. Лед в Минске быстрый или не совсем? Да, я считаю, что Минский лед очень быстрый. Но и вообще после выступления на юниорском уровне мне необходимо было приспособиться к скоростям на взрослом уровне. Как видите, это мне сделать удалось. Голландская сборная – это огромный пласт, скажем так, культуры в конькобежном спорте. Наравне со страстью к велосипедам именно оранжевые мастера скоростного бега по льду. При этом наши гости по традиции берут своим обаянием и уже полюбили Минск, ведь, кроме всего прочего, проводят на уже хорошо знакомой для себя арене подготовительные сборы. Очень здорово, что удалось победить. Было непросто, но это именно тот результат, на который мы настраивались. И я думаю, что парни меня поддержат в этом. Кстати, конькобежный овал в Минске уже хорошо знаком нам, поэтому нам уже легче адаптироваться к выступлению здесь. А чтобы посмотреть Минск, у нас на самом деле мало времени, но мы стараемся запечатлеть в своей памяти все, что видим, когда едем на велосипедах из отеля до арены. И все, что я вижу, мне нравится. Вы знаете, я бы сказала, что Международная Федерация освоилась, потому что начиная с 2009 года мы проводим нон-стопом соревнования международные. И затем была введена в эксплуатацию Минск-Арена. И после того, как она была введена в эксплуатацию, мы начали тесное сотрудничество с Международным Сузом конькобежцев. Отметим и результат нашей главной надежды Марину Зуевой, которая стала шестой, такое же место у нашей команды в женском спринте. Однако подобные соревнования не важны прежде всего результатам, ведь конькобежный спорт очень популярен в мире и один из самых интересных в программе зимних Олимпийских игр. И самое главное, позади лишь первый день белорусского этапа Кубка мира. Далее не пропустите. Андрей Козлов, Александр Шостакович, Агентство Тельновостей.